Здравствуйте, зрители и подписчики канала! Сегодня на канале открываем раздел «Экскурс в историю», где будем рассказывать о различных исторических фактах, событиях, достижениях. Надеюсь, будет интересно. Первое видео посвящено истории советского флота, а именно истории создания линкора Советский Союз. В середине 30-х годов советское руководство приняло решение о создании в кратчайшие сроки сильного военно-морского флота, ядром которого должны были стать многочисленные линейные корабли и тяжелые крейсера. В соответствии с утвержденной 16 июля 1936 года программой крупного морского судостроения, за 7 лет намечалось построить 8 линейных кораблей типа А с артиллерией главного калибра в 406 мм и 16 кораблей типа Б с артиллерией в 305 мм. При этом строительство первых 8 кораблей должно было начаться в 1937 году. Их надлежало спустить на воду в 1939 году и ввести в строй в 1941. В итоге были заложены только 4 линкора проекта 23. В 1938 году Советский Союз на Балтийском заводе в Ленинграде и Советская Украина на заводе в Николаеве. Оба линкора заложены на еще не законченных стапелях. В период с 1939 по 1940 заложены Советская Белоруссия и Советская Россия в доках недостроенного завода номер 402 в Молотовске. Трудности при строительстве этих кораблей были обусловлены недостаточностью производственного потенциала страны в целом. До войны ученым и проектировщикам корабля удалось завершить основной объем научно-исследовательских работ и разработать практически всю проектную документацию. Всего было выпущено 69% рабочих чертежей для головного корабля. До первого квартала 1939 года постройка двух первых линкоров сдерживалась выпуском рабочих чертежей. В 1939 и 1940 годах строительство линкоров отставало от плановых сроков прежде всего из-за задержек с поставками металла, а также вследствие его несоответствия техническим условиям. Недопоставка металла возникла вследствие того, что корпусная сталь направлялась прежде всего на заложенные в 1939 году легкие крейсера проекта 68 и только потом на головной линкор Советский Союз. Корпус корабля представлял собой клепанную конструкцию. Вопрос о сварке отдельных его элементов еще только рассматривался. Так Шиманский считал целесообразной сварку листов палубы и бортов полубака, а также гомогенной брони толщиной до 30 мм. При постройке кораблей сварка наружной обшивки и настила второго дна в наиболее нагруженной средней части корпуса не допускалась. С самых ранних стадий разработки КБ-4 отдавало предпочтение использованию на нем противоаминной защиты системы Пульезе. Эта система была принята на новейших по тому времени итальянских линкорах типа Литторио. Днищевая защита, кроме двойного дна, на корабле практически отсутствовала и фактически заключалась лишь в том, что носовые погреба поезопасок были удалены от второго дна на одно междудонное пространство, а остальные на одно междупалубное. Протяженность цитадели составляла 148 метров или 57 процентов длины корабля. Особенностью местного бронирования корабля явилась четырехугольная форма боевой рубки с толщиной стенок 425 мм. Выполненные расчеты показали, что главный пояс и цитадели по всей своей длине на курсовых углах 40-50 градусов, а носовой траверс на всех курсовых углах не пробивается бронебойным снарядом калибра 406 мм на дистанциях более 88 кабельтовых, а барбета на дистанциях 135 кабельтовых и более. Горизонтальное бронирование цитадели обеспечивало непроникновение через него такого же снаряда на дистанциях до 170 кабельтовых и, кроме того, должно было защищать от 500 кг фугасных авиабомб. Следует отметить, что показатели защищенности от авиабомб были расчетные и носили скорее гипотетический характер. Главная энергетическая установка корабля включала три главных агрегата мощностью по 67 тысяч лошадиных сил, а максимальная составляла 77 тысяч лошадиных сил и шесть водотрубных котлов треугольного типа с естественной циркуляцией. Машин столь высокой агрегатной мощности в то время не предусматривалось ни на одном корабле мира. По экономичности энергоустановка проекта 23 уступала лучшим зарубежным образцам того времени, особенно американским и германским. По штату 1939 года экипаж корабля должен был состоять из 1784 членов команды. Кроме на корабле предусматривалось размещение штаба соединения 17 лиц командного состава и несколько младших командиров. Таким образом, общая численность личного состава линкора проекта 23 должна была превысить 2000 человек. Заложенная в основу проекта 23 идея создания сильнейшего в мире линкора получила воплощение в вооружении его тремя 400-мм орудийными башнями, получившими шифр МК-1, то есть морская корабельная номер 1. Выбор этого калибра был обусловлен прежде всего наличием таких орудий на наиболее мощных иностранных линкорах. Тогда как имевшиеся место попытки повысить его до 457 мм на английских легких линейных крейсерах в период Первой мировой войны окончились неудачей и развития не получили. Сведения же о намерениях повысить калибр перспективных иностранных линкоров сверх 400 мм в 2006 году отсутствовали. Главный калибр линкора обеспечивался тремя командно-дальномерными постами. Зенитный калибр дальнего боя должен был состоять из шести спаренных арт-установок с орудиями Б-54, объединенных попарно в три батареи. Управление стрельбой должно было осуществляться системой морских приборов управления артиллерийским зенитным огнем Мотив-3, получающей данные о целях от трех стабилизированных постов наводки. Система обеспечивала стрельбу на дистанциях до 18 км по воздушным целям, идущим со скоростью 150 м в секунду, на высотах до 10 км в условиях хорошей средней видимости, стрельбу к морским целям на дистанциях до 16 км в условиях хорошей и средней видимости и до 40 кабельтовых при плохой. Зенитный калибр ближнего действия линкора включал восемь четверенных автоматов 46К в специальных бронированных гнездах. Разработка автомата была осуществлена КБ Ленинградского завода номер 8 имени Калинина, где главным конструктором был Логинов. Противоминная артиллерия линкора состояла из 12 орудий Б-38, размещенных попарно в шести башнях МК-4. По баллистическим характеристикам Б-38 оказалось в своем калибре лучшим в мире. Оно должно было использоваться также на тяжелых крейсерах проекта 69, легких крейсерах проекта 68 и на проектировавшихся канонерских лодках проекта 61. Авиационное вооружение корабля предназначалось прежде всего для обеспечения ведения разведки над морем и корректировки артиллерийского огня. На корабле предусматривалось базирование четырех гидросамолетов-разведчиков-корректировщиков. Кроме того, для обнаружения подводных лодок на корабле предполагалось разместить гидроакустическую станцию «Полярис». В нагрузке масс на нее отводилось 6,2 тонн. В окончательном техническом проекте на корабле предполагалось установить два комплекта химической дымаппаратуры ДА-10 и один комплект паронефтяной ДА-1 для постановки завес. Для защиты от якорных мин на ходу на корабль принимались четыре пары парованов-охранителей, а для их постановки и уборки устанавливались четыре парован-крана. Носовые использовались также для подъема и опускания шлюпок. Головной линкор Советский Союз заложили на Ленинградском Балтийском заводе 15 июля 1938 года. За ним последовали Советская Украина в городе Николаев, Советская Россия и Советская Белоруссия в городе Молотовск. Строительство отставало от графика и к 22 июня 1941 года готовность первых двух кораблей была 21% и 17% соответственно. Вместо кораблей Советская Россия и Советская Белоруссия были решено строить один. Все равно его готовность к началу войны достигла бы лишь всего 5%. Постановлением правительства от 10 июля 1941 года строительство линкоров прекратили. Для выработки предложений по дальнейшей судьбе недостроенных кораблей в августе 1946 года была образована комиссия под председательством заместителя министра судостроительной промышленности Носенко. ЦКБ-17, куда были переданы работы в своем заключении, отметила, что линкоры даже после модернизации будут уступать по своим боевым качествам значительному числу уже построенных иностранных линкоров, то есть по сути высказывались против достройки. Тем не менее в части линкоров заключение комиссии не было окончательным ввиду сложности вопроса, ведь Иосиф Сталин высказывался за достройку одного корабля. Если в отношении корпусов Советской Украины и Советской России рекомендация была однозначной – разобрать, то по головному линкору Советский Союз комиссия предложила два варианта – разобрать и достроить по корректированному проекту, сопроводив каждый из них соответствующими пояснениями. Руководство промышленности было категорически против достройки линкора. Эту точку зрения поддержало и Главное управление кораблестроения ВМФ. Его начальник, инженер-вице-адмирал Исаченков в марте 1946 года докладывал в Генеральный штаб. В случае достройки Советского Союза пришлось бы провести серьезную переработку проекта, что займет не менее двух-трех лет. При этом мы все равно не получили бы современного линкора. Считаю целесообразным достройку линкора Советский Союз не проводить и разобрать его. В годы войны попавший в руки немцев корпус Советской Украины был частично разобран. Снято около 4000 тонн металла. А при отступлении из Николаева немцы приложили немало усилий к приведению корабля в состояние, исключающее возможность достройки. Корпус был подорван в районе со 162 по 190-й Шпангоут. Ряд отсеков заполнен водой, а строительные леса подожжены. В итоге в 1944 году техническая готовность корабля снизилась более чем два раза. У двух других строившихся линкоров она за годы войны уменьшилась очень незначительно. 24 марта 1947 года вышло постановление Совета министров СССР о недостроенных кораблях предвоенной и военной постройки. Из линкоров оно касалось только Советской Украины и Советской России, которые предписывалось разобрать на стапелях. Согласно постановлению от 29 мая 1948 года по линкору Советский Союз, его корпус был разобран в 1949 году, а один отсек район со 108 по 114 Шпангоут спущен на воду и оборудован для натурных испытаний подводной защиты, которые так и не состоялись. Броневые плиты Советского Союза использовали под Ленинградом для сооружения дотов. Опытное орудие Б-37 там же вело огонь по врагу. Текнее, не долгихийагия B-38 идёте на это, я их привыкли.